приветствую всех сегодня 19 ноября 2022 года дата обязывает подвести некоторые итоги своеобразный новый год и по этому поводу чувствую себя почти обязанным сказать что нибудь разумное доброе вечное и важное и поскольку это именно международный мужской день полагаю что самым правильным будет начать подведение итогов этого мужского года с минуты молчания и 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 Ну что ж, хочу подчеркнуть, что это не означает, что я поддерживаю каким-либо образом товарищей экстремалов, что с той стороны сами знаете какой, что с другой стороны тоже сами знаете какой. Вообще на эту тему стало очень сложно говорить, так что проще не говорить ничего, потому что почти на каждую тему правильнее говорить. Но вы поняли, люди на самом деле понимают. Просто я сказал это и минуту помолчал именно потому, что хочу, чтобы на этом был акцент сделан, что, к сожалению, вот это одна из тяжестей, возможно, самая большая тяжесть цивилизации, одна из тем, которая достаточно хорошо была показана, в том числе и в фильме «Красная таблетка», тоже лежит на мужчинах. И оставляя за скобками узкий круг экстремистов, что с одной стороны, что с другой, остается только задуматься, что ли. И я думаю, для нас несложно поставить себя на место человека, который оказался, волею просто судеб, да, оказался на другой стороне границы, и к нему точно так же постучались в дверь, и тоже не спросясь, дали в руки оружие и послали туда, куда надо, узкой группе товарищей, и который, собственно, я понимаю, не относится, собственно, ни к России, ни к Украине. Причем это верно для обоих наших стран. Ни Россия, ни Украина, похоже, решает что-то, что-то как происходит. Ну да и отвлекся. Хотя, в общем, учитывая, что история началась в феврале, большая часть года этого, календарного года, прошла именно под этим знаком. Как вы знаете, я там сначала сузил программу на канале, которая была посвящена всяким там обсуждениям и умствованиям. А потом, по обстоятельствам, которые вы тоже все хорошо знаете, я просто решил ее пока просто свернуть. И в ближайшее время не вижу. Не вижу для себя возможностей, не вижу такого права за собой, чтобы возобновлять вот эти вот программы. просто потому, что наше доблестное руководство это сейчас ко всем странам относится. Чего оно добилось, по сути? Ну, я не знаю, что они там, какие они себе сверхцели ставят. Это вопрос для нас таинственный. Даже весьма осадомленные в этих вопросах люди называют все это дело странные. То есть это самый мягкий эпитет, который люди употребляют по отношению к этим событиям – странные события. Если они странные даже для тех, кто достаточно хорошо осадомленный, находятся там в кругах приближенных к руководству, то тогда остается только, в общем, на нашем уровне можно даже и не гадать сильно. Это, собственно, не имеет никакого смысла, все это без толку. В общем, правительство умудрились, несмотря на то, что мы и так находились на достаточно низкой высоте в пирамиде Маслова, какие проблемы нас волновали. Нас умудрились всех спустить на этаж, а то и на два этажа ниже. И поэтому логично, что вопросы, которыми мы раньше занимались, например, на том же там YouTube-канале или на обсуждениях, понятно, что они отошли на задний план. Почему? По пирамиде Маслова отошли на задний план. Хотя, как я сказал в одном из там ранних стримов, да, когда все началось, что вопросы наши никуда не делись, они не только не снимутся, они обострятся по целому ряду причин, и там по демографической части, и по экономической части, и так далее. То есть никто ничего требовать с мужчин, как требовали, так и требуют, и требуют даже больше фактически все. То есть когда человеку требуется жизнь, это означает, что, в общем, ну, практически он отдает все, что у него, вот, его есть. Взамен при этом ему, в общем-то, ничего не дают. Как не давали, так и не дают. И более того, я думаю, что будут грабить, и будут убивать уже и в буквальном смысле. Людоеды типа Астанинских там товарищей занимаются своим людоедским делом, и они, наконец, вышли, то есть ситуация позволила им полностью выйти из тени, и они занимаются своим вот этим вот, ну, в лучшем случае черным пиаром, а в худшем они питаются живыми людьми, в общем-то. Я думаю, что последнее, что их заботит, это какие-то там интересы страны. Я в это не верю ни на секунду. Ну, а журношлюхи типа там Симоньянов всяких и прочих, ну, они тоже занимаются тем, чем всегда занимались, просто они как бы ярче себя начали проявлять. И то, что кто-то из них кого-то в ближайшее время сожрет, они, естественно, эти пауки, эти змеи, они друг друга будут и жалить, и кусать, и есть, особенно когда кормежки будет не хватать, поле, так сказать, для охоты сужается, то, естественно, они будут друг друга жрать. Но это не делает никого из них там лучше, чем другой, или хуже, чем другой. В общем, понятно, что все это одним миром все мазано. В этот день, конечно, сегодня не праздничное настроение, оно никогда не было праздничным, да. До праздника этому дню надо еще дорасти. Я боюсь, что это десятилетие займет в лучшем случае. Это всегда было напоминание о тяжелых вещах, очень тяжелых вещах, которые всегда стоили, жизни и здоровья мужчинам. Но в этом году правительство пробило очередное дно. Причем я бы не был таким оптимистом, чтобы думать, что это самое низкое, куда можно упасть. Я думаю, что эти товарищи всегда найдут, куда шагнуть еще ниже. Поэтому, чтобы как бы плохо не было, в прошлом году нужно было бы иметь возможность того, чтобы провалиться, как в этом году. А в следующем году нужно держать в голове, то, что может провалиться еще ниже, чем она провалилась сейчас. Увы, просто реальность такая. И опять, я не хочу сейчас даже спекулировать на тему, почему в глобальном смысле это делается, что там движется сторонами. Это не имеет никакого значения. Сегодня, 19 ноября, я пытаюсь подвести, так сказать, моносферный итог года, естественно, с основным упором на Россию. Ну и на русских особенно, потому что национальный вопрос тоже обострился, я бы сказал, в определенном аспекте. Так что праздника не будет. Отмечания никакого я лично, например, не планирую. Я отмечаю тот момент, что сам я пока здесь и живой. И есть два сына. Оба там с разными интересами, соответственно, своим возрастом. Но оба растут, развиваются. И это пока, наверное, лучшее, что можно из окружающей реальности подчеркнуть 19 ноября. Ну, племянники тоже рядом, тоже есть. Я ни от кого не скрываю из близких. В какой области, так сказать, информационной я занимаюсь деятельностью. И по мере возраста подключаю и более дальних родственников и так далее. В общем, намерен делать то, что можно делать, учитывая обстоятельства. Сейчас стало очень небезопасно. Просто даже рассуждать вслух о том, что ты действительно думаешь по поводу того, что происходит. Поэтому эпоха кухонных разговоров, в общем-то, возвращается. Возможно, про эту вот эпоху свободного интернета мы еще будем вспоминать. А вот было такое время, когда можно было собраться там анонимным кругом в количестве там 10-12 человек и свободно поговорить на свободную тему. Даже не очень-то, ну, достаточно сложную, скажем так, да. И этические, и политические, и экономические во всех смыслах. И психологические, конечно. В общем, наверное, лучшее, что можно в честь такого праздника сделать в 22-м году, это обнять мысленно, а до кого дотянетесь из своих родственников, друзей, мужчин, то обнять и в буквальном смысле. И задуматься, оценить наше положение в обществе, и в стране, и в мире в целом. Все-таки праздник это не российский, это праздник всемирный. Слово праздник, конечно, в этом году не очень хорошо ложится на язык. Скорее хочется сказать дата, которую нужно отметить именно. Отметить, в смысле, какой-то знак, что-то знаковое сделать, что-то знаковое сказать. Ну и на этом месте нужно что-то пожелать на будущий год. Что тут можно пожелать? К сожалению, я скептически настроен. Я думаю, что следующий год, скорее всего, будет еще хуже. Поэтому пожелаю, чтобы он был не настолько плохой, как наше правительство способно его сделать. Пусть он будет не настолько хуже, как это случилось в прошлом году хотя бы. Жизнь и здоровье, конечно. Самоосознание. Подобные ситуации подстегивают к такому. Даже кто раньше про такое не задумывался. Ценить время. Время вообще и время жизни. Особенно время с детьми и с семьей, у кого есть. Потому что это очень хрупкая вещь, которой легко можно лишиться. Хочется пожелать избавления от людоедов. И от пидорасов. Как в прямом смысле, так и в переносном. Которые, к сожалению, похоже управляют всем этим миром. Ну и хоть нас и спустили на этаж или два ниже по пирамиде Маслова, все-таки пожелаю, чтобы верхние этажи тоже где-то в кармашке разума оставались. Потому что эти вопросы, скорее всего, более долгосрочного характера. И они будут иметь большое значение в ближайшем будущем. Ну что ж, думаю на этом все. Отметьте и вы чем-то знаковым этот день. Счастливо. Счастливо. Продолжение следует...